Как отмечают День студента в одном из старейших вузов страны? Каково быть студентом? Найди меня по отпечаткам пальцев, если сможешь. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Анастасия Дворнова. 25 января. Дата, которую знает каждый студент и сотрудник Казанского федерального университета. Ведь в этот день поздравляем всех студентов и Татьян. Правда, женская половина населения России быть учащимися не обязана. В КФУ прошел ряд мероприятий, а именно награждение самых активных студентов и торжественный концерт с участием ректора вуза Ленара Сафина и других почетных гостей. О том, как это было, расскажет Карина Саяхова. В 2005 году президент России Владимир Путин издал указ об утверждении праздника – Дня российского студенчества. Именно с этого момента студенты по всей стране начали отмечать самый яркий и веселый праздник молодежи. Вдобавок к студентам в этот день поздравляют и всех Татьян. В календаре православных праздников у него фиксированная дата. В Казанском федеральном университете, конечно, каждый день как праздник, но 25 января – особый торжественный повод. День начался с поздравления ректора вуза в Музее истории. Ленар Сафин произнес слова благодарности и гордости, а после совместно со студенческим активом обсудили проекты для развития молодежного туризма, в целом деятельность учащихся в рамках национальных проектов для молодежи, предоставляемые вузом возможности, в том числе для самореализации иностранных студентов. Немало было сказано и о многочисленных достижениях студентов КФУ. Различные конкурсы, школы, интенсивы и так далее помогают студентам прокачивать свои софт-скиллы. И так, например, студент КФУ только за первый год своего обучения уже может прокачать свои лидерские качества, навыки коммуникации. В завершении встречи Ленар Сафин наградил студентов, активно принимающих участие в научной, добровольческой, волонтерской, социально значимой и общественной деятельности университета. Также ректор официально заявил, что руководство вуза в честь праздника приняло решение о дополнительном примировании особо отличившихся представителей студенческого актива. Мне кажется, каждый согласится со мной, что студенческие годы – это одни из самых важных лет человека, когда он может раскрыть свой потенциал. И здорово то, что КФУ дает такие возможности. Это ни в коем случае не ограничивается областью науки, творчество, добровольчество, общественная деятельность. КФУ предоставляет возможности для развития многостороннего, и это очень важно. Настроение вообще отличное, потому что сегодня замечательный день, и уже три года подряд я этот день провожу, во-первых, совместно с ректором. У нас утро всегда ежегодно начинается одинаково. Мы обсуждаем уже пройденные мероприятия, обсуждаем планы на будущее, а также обязательно праздничные концерты. И уже второй год я участвую в премии «Студент года Республики Татарстан». В прошлом году я стала финалистом как председатель студенческого совета Института управления экономики и финансов, номинации «Орган студенческого управления года». А в этом году я финалист номинации «Общественные года». Когда мы видим порой на любой церемонии студента, который получает награду, диплом, статуэтку, и видим улыбающееся фото, и всегда действительно победа, и пишется фамилия, имя того, кто это получил. Но на самом деле за каждой победой стоит огромный труд. И по тройке этой победы ты идешь не один год, а несколько лет. И самый главный успех, и нужно это понимать, что это успех большой команды. И здесь я скажу, это команда Казанского федерального университета. И не только департамента по младежной политике, потому что на самом деле это совместная работа, в которой принимает участие весь университет. И в университете большое количество именно тех людей, которые могут вдохновить студентов на большой путь, которые могут его поддержать, сказать, что у тебя все получится, а еще передать тот бесценный опыт, который есть. Ключевой частью дня стал, конечно, праздничный концерт. Помимо представителей молодого поколения в культурно-спортивном комплексе «Уникс» собрались преподаватели и руководство вуза, которые вспоминали о своих студенческих годах так, как будто это было вчера. Как оказалось, представительниц прекрасного пола по имени Татьяна много. И каждая гордится, ведь в этот день можно получить поздравления в двойном объеме, если ты еще и студентка. На самом деле, я никогда раньше особо не праздновала ни День Татьяны, ни студенческий день. А вот когда поступила в университет, мы с девочками начали собираться, в кафе очень часто ходили, такие вот на мероприятия. Я заканчиваю третий курс, у меня остался четвертый курс. И в дальнейшем я хочу работать по своей специальности, ресурс на конкурсы участвовать и развиваться в этой сфере. Программа традиционного студенческого мероприятия, приуроченного к празднованию Дня российского студенчества, была насыщена яркими творческими, хореографическими номерами, музыкальными композициями и театральными постановками. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин со сцены поблагодарил всех причастных к этому дню и выразил надежду, что студенты продолжат эффективно вести научную, творческую, спортивную и общественную жизнь. Я в этот день хочу пожелать в первую очередь нашим студентам хорошей учебы, хорошего настроения, сдать удачную сессию, ну и конечно же получить в альмаматор все, чем вы напитаетесь и будете гордиться всю оставшуюся жизнь. У вас уникальная возможность проявить себя в художественной самодеятельности, в спорте, естественно в учебе и это будет вам большим подспорьем и толчком в будущей жизни. Я думаю вы через всю жизнь с большой теплотой и гордостью пронесете звание студента Казанского федерального университета. Поэтому с праздником вас, удачи вам всем, поздравляю. Вся команда студенческого телеканала Универ ТВ поздравляет с Днем студента и Татьяниным Днем. Пусть учебный процесс проходит легко и познавательно, стипендия будет большой, преподаватели добрыми, а диплом красным. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ Новости. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о нововведениях в приемной кампании Казанского федерального университета этого года. Поговорили о важных датах и способах подачи заявлений. Однако каждого абитуриента интересует, пожалуй, то, каково это быть студентом. В дату одноименного праздника будет очень кстати. В России 25 января отмечают День студента. Праздник, объединяющий тысячи учащихся по всей стране. Это торжество знаний, молодости и будущих свершений. Оно символизирует важность и значимость студенческой жизни в России и вклад юных исследователей в науку и культуру. История праздника ведет свой отсчет с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Сейчас мы знаем его под именем Московского государственного университета имени Ломоносова. Татьяниным днем праздник называют, поскольку его дата совпала с Днем памяти святой мученицы Татьяны Крещенской. С тех пор в России она считается покровительницей студенчества. Отмечать праздник студентов начали только с 1850 года. Первоначально дату торжества провозгласили Днем Московского студенчества, но его традиции быстро подхватили и в других городах. В связи с этим событием мы вышли на улицу, чтобы спросить у ребят, что же такое быть студентом. Для меня быть студентом это на самом деле честь. Это значит, что ты движешься вперед, что ты грузешь гранит науки. Не то, что школьный уровень, когда ты еще маленький, неосознанно, ты осознанно пришел в высшее учебное заведение, учишься. И я считаю, что это достойно похвалы, что человек стремится к знаниям и к самосовершенствованию себя. Значит, быть студентом — это почетно. Но самое главное, конечно, что быть студентом — это преодолевать какие-то вот как раз-таки эти вызовы через самодисциплину, через самоконтроль. То есть, да, конечно, мы все там очень часто готовимся к экзаменам в последний день, все такое. Но как раз-таки закаливая себя в таких условиях, мы понимаем то, что вот, наверное, потом надо будет не в последний день готовиться и так далее. Студент? А, ну, студент от свободы, прежде всего, конечно же, я считаю. В день праздника поздравления в адрес студентов звучат от ректоров вуза, деятелей науки, медийных личностей и официальных лиц страны. Для учащихся организуют разнообразные события, в том числе фестивали, шествия, развлекательные и культурные программы. И здесь Казанский федеральный не остался в стороне. Главное, что к моменту праздника большинство студентов уже сдали сессию и спокойно могут идти отдыхать. Студенты поспешили поделиться своими успехами и достижениями. Оценки изданной экзаменной зачеты как никогда знаменуют собой радость и дальнейшее стремление к учебе в новом семестре. Пока что осваиваюсь, потихоньку учусь. Есть пятерки, есть тройки, но без допок это уже хорошо. Сессия? Сессия прошла ужасно. Две допки, одна тройка. Не, ну, по физкультуре пятерка. Уже хорошо. Сессия прошла хорошо. Могла лучше, но хорошо. Сессия замечательная. У меня все экзамены сданы на пятерку. У меня золотая сессия. Вот этому я тоже рад. В первую очередь. Сначала Татьянин день, как день рождения Московского университета, отмечали только в Москве. По воспоминаниям очевидцев, праздник был очень пышным и состоял из двух частей. Официальной церемонии в здании университета и народных гуляний, в которых принимала участие вся столица. Сейчас этот праздник носит массовый характер и вся страна с восторгом отмечает День студента. Елизавета Газидянова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Один из наиболее распространенных видов биометрии – уникальный отпечаток пальца. Существует даже способ опознания человека, основанный на неповторимости рисунка популярных линий кожи, называемой дактилоскопией. Подробнее о том, где он используется и в чем его особенность, узнаете далее. Дактилоскопия Дактилоскопия – одна из старых и надежных методик идентификации личности. Это наука об исследовании популярных узоров пальцев, а также процесс сбора, квалификации и хранения отпечатков. В Китае, Японии и Корее для подписания документов использовался отпечаток пальца руки, но важен был не рисунок, а лишь след прикосновения. В Европе со времен античности узоры на руках интересовали прежде всего с точки зрения хиромантии. Введение дактилоскопической системы регистрации преступников в России состоялось в 1906 году. Для этого при главном тюремном управлении было создано специальное бюро. До сих пор дактилоскопия помогает решать задачи по раскрытию расследований преступлений как метод идентификации. Дактилоскопия – это еще и просто направление изучения определенной группы следов. Нередко понимаются именно вот популярные узоры пальца, прежде всего рук. Это и процедура, потому что предполагает, что за определенное время можно решить задачу по обнаружению отпечатков пальцев, по фиксации, изъятию, использованию, затем доказыванию. Процедура включает в себя и экспертизу, можно сказать об этом как, наверное, о самом основном, токтилоскопическая экспертиза. Но и процедура может быть и добровольной. В Российской Федерации действует законодательство, как раз регламентирующая процедура добровольная, обязательная регламентация. Многие так или иначе с этим сталкивались, биометрические параметры. Криминалистика была первой и наиболее важной областью применения дактилоскопии и остается такой до сих пор. В том числе при изучении потожировых следов пальцев рук, ладоней и других частей тела. Отпечатки пальцев используются и в сейфах, автомобилях, замках, турникетах, шифровальных устройствах, компьютерах и телефонах. Также дактилоскопии используются при получении паспорта и других документов. Для большей раскрываемости преступлений – опознание человека при потере документов в сознании или в случае смерти. В самых древних времен люди поняли, что отпечатки пальцев – это очень индивидуально, неповторимо. Есть и цифры, но сейчас говорят о том, что население становится все больше на нашей планете. Соответственно, и вероятность совпадений, вероятность очень похожих, либо точно таких же отпечатков, она тоже возрастает. Но до сих пор считается, что это не та вероятность, которую стоит принимать во внимание, если речь идет о практике, о выявлении следов рук, о папиллярных узоров, о работе с ними, о процедуре идентификации. В рамках решения раскрытия расследования преступлений, но и иных задач тоже. Этот метод идентификации личности наиболее ценный и надежный, поскольку каждый человек имеет уникальные дактилоскопические отпечатки. Это связано с формированием папиллярных узоров на коже пальцев. Научные исследования показали, что вероятность нахождения двух одинаковых дактилоскопических отпечатков практически равна нулю. Особенностью является и то, что именно этот метод позволяет быстро идентифицировать человека, а это важно для правоохранительных органов при розыске преступников. Самое главное, самое основное, это все-таки криминалистика, поэтому раскрытие, расследование преступлений, несмотря на метод сравнительно древний, он работающий, до сих пор он востребовал. Можно вспомнить случаи из практики, когда именно благодаря дактилоскопии раскрывались преступления прошлых лет, преступления, которые были просто-напросто весьма сложными, если бы другими способами, возможно бы и не получилось. Это то, что позволяет решать задачи не только в рамках уголовного судопроизводства, но и в обычной жизни. В частности, поиск пропавших без вести – это не всегда уголовные дела. Идентификация тех, кто сам о себе, например, не может сообщить достаточные персональные данные. В конце концов, просто-напросто процедура, позволяющая установить личность потерявшего документа, эту личность удостоверяющую по закону. В России до недавнего времени дактилоскопическая регистрация была нужна иностранцам только для получения определенных документов. Например, вида на жительство или патента на работу. Сейчас она стала обязательной практически для всех иностранцев. Такой способ идентификации людей по отпечатку пальцев имеет широкую область применения, что значительно облегчает работу правоохранительным органам. Кристина Отекина, Николай Суховский. Универновости. А на этом все. В студии была Анастасия Дворнова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok